МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Беларуси вспоминаю трагедию Хатыни. События произошли 80 лет назад, 22 марта. В Барановическом районе у братской могилы в деревне Полонка состоялся митинг-реквием, приуроченный памятной дате. В Барановичах у мемориального комплекса память состоялся митинг-реквием, посвященный 80-летию трагедии в Хатыни. Барановический госуниверситет принял онлайн-участие в диалоговой площадке 80-е годовщины трагедии в Хатыни. Результаты расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Очередная электронная ярмарка вакансий пройдет 23 марта. В мероприятии примут участие Центральная поликлиника, родильный дом, городская больница. Граждане получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. Электронная ярмарка вакансий пройдет с 10 до 11 утра на сайте, который вы видите на своем экране. В Беларуси вспоминают трагедию Хатыни. События произошли 80 лет назад, 22 марта. В Барановичском районе у братской могилы в деревне Полонка состоялся митинг-реквием, приуроченной памятной дате. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Далее участники митинга посетили памятные места Барановического района. В Беларуси вспоминают трагедию Хатыни. События произошли 80 лет назад, 22 марта. Хатынь стал одной из наиболее скорбных страниц в истории Великой Отечественной войны для белорусского народа. Мартовский день 1943 года стал последним для 149 жителей, из которых 75 детей до 16 лет. Вспоминая Хатынь, мы вспоминаем тысячи других сожженных деревень. В Барановичском районе у братской могилы в деревне Полонка состоялся митинг-реквием, приуроченной памятной дате. Участие в церемонии возложения венков и цветов приняли глава района Сергей Карпенко, Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк, члены исполкома, депутаты, руководители предприятий, силовых структур, представители общественных организаций, духовенства, местные жители, школьники. Трагедия Хатыни и тысячи деревень и городов с такой же судьбой – это неутекающая боль в сердце белорусов. Сегодня представители разных поколений, разных религиозных конфессий собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне. Оккупанты и их пособники сожгли 9200 белорусских деревень. Из них более 5000 вместе с жителями. В республиканской базе данных белорусской деревни, сожженной в годы Великой Отечественной войны, имеются данные о 57 селах Барановического района, в том числе деревня, застаренье, где 2 мая 1943 года сожжено 96 домов, убито 382 человека. Из них 70 детей, младше 10 лет. Мы обязаны хранить память о тех событиях и напоминать своим детям, какую цену заплатили их прадеды за возможность жить в мирной Белоруссии. Историю нужно помнить и знать, ведь в ней наша сила и независимость. Огненный смерч войны прошелся по многим деревням Барановического района. В Колбовичах из 85 домов сожжено 64, в Почапово из 83 уничтожено 63. А Даховщина сгорела почти вся. Уцелело только 4 дома из 76. Не обошла это участи полонку. Гитлеровцы сожгли 33 дома, убили 172 человека. Эти факты напоминают нам о том, как хрупок мир, как цена человеческая жизнь. И как легко все это потерять. У таких преступлений нет срока давности. Генеральная прокуратура в апреле 2021 года возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Принимаются меры по установлению всех преступлений, которые совершили фашисты на территории нашей страны. Фашисты и их пособники. По делу допрошено 16 тысяч человек, из которых свыше 7 тысяч – это узники концлагерей и лагерей смерти. В ходе расследования устанавливаются массовые факты уничтожения населенных пунктов, которые, как правило, уничтожались вместе с проживающими там людьми. Уже в ходе расследования установлено, что фашистами в годы войны уничтожено 11 тысяч населенных пунктов. Сегодня мы знаем имена и фамилии еще живых преступников, еще живых карателей, которые на сегодняшний момент находятся под защитой иностранных государств и проживают там. Несмотря на это, нами будут приняты меры по привлечению каждого из них к предусмотренной законам уголовной ответственности. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Далее состоялся автопробег. Участники митинга посетили памятные места Барановичского района. 25 марта на связь с гражданами выйдут представители власти. Традиционно звонки принимают с 9 утра и до полудня во всех исполкомах страны. Так, на волнующие вопросы населения Брещины ответит председатель Брестского облсполкома Юрий Шулейко. Обращаться по телефону 8 0 162 26 99 26. С жителями Барановичей диалог будет вести глава города Михаил Боценко, 65 03 45. В Барановичах у мемориального комплекса «Память» состоялся митинг-реквием, посвященный 80-летию трагедии в Хатыни. Здесь собрались учащиеся колледжа строителей – горожане. Они почтили память невинно убитых белорусов в годы Великой Отечественной войны. В Беларуси сегодня отдают дань памяти жителям деревни Хатыни, которая была сожжена фашистами 80 лет назад – 22 марта 1943 года. Этот день стал последним для 149 человек. Женщин, стариков, детей заживо сожгли в местном амбаре. Немцы вынесли смертный приговор деревне за смерть одного из командиров 118-го батальона. В Барановичах у мемориального комплекса «Память» состоялся митинг-реквием. Здесь собрались учащиеся колледжа строителей – горожане. Они почтили память невинно убитых белорусов в годы Великой Отечественной войны. Участники возложили цветы в память о погибших, повязали на дерево траурные ленты. Состоялся митинг, посвященный 80-летию трагедии Хатыни. Очень важно, чтобы молодежь активно принимала участие в таких мероприятиях и помнила, что родину свою нужно не только любить, но и всегда выйти на ее защиту. И необходимо, чтобы она всегда выступала против нацизма. На территории мемориала памяти захоронено около 31 тысячи военнопленных и 13 тысяч мирных жителей, которых сюда свозили с 1941 года немецко-фашистские оккупанты из территории тюрьмы города Барановичи Леснянского лагеря смерти, где в каторжных условиях содержалось около 20 тысяч человек. Фашисты систематически устраивали массовые расстрелы. Десятки узников и мирных жителей ежедневно умирали от холода, голода, болезней, непосильной работы. На 20-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по улице Бреска и на месте массового захоронения узников филиала Шталага-337 в концлагере для советских военнопленных, который находился в Барановической тюрьме, был установлен памятник, скульптура «Скорбящая мать». Уже в наши дни этот памятник стал основным в составе мемориального комплекса «Память», открытого здесь 9 мая 2005 года. Рядом с ним были установлены плиты с текстами, посвященными горожанам, погибшим в оккупированном гитлеровцами городе и на фронтах Великой Отечественной войны, угнанным фашистскую неволю. К заготовке березовика приступили все лесхозы Бресской области. Купить полезный напиток можно не только в определенных местах, непосредственно на лесных делянках, но и на торговых площадках лесхозов. Подробную информацию о местах продажи можно узнать на сайтах лесхозов. Тем, кто хочет купить этот природный напиток, рекомендуют предварительно позвонить в лесхоз, чтобы уточнить актуальную информацию. Желательно приезжать со своей тары. Барановический госуниверситет принял онлайн участие в диалоговой площадке «80-е годовщина трагедии в Хатыни» и результат расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Местом проведения мероприятия по инициативе Главного управления по образованию Бресского облсполкома и областного комитета БРСМ был выбран технический университет, и это не случайно. Сформированный здесь студенческий отряд спадшина имени Машерова не только трудился на республиканской молодежной стройке по возведению музея в Хатыни, но и был признан лучшим. Отмечу, к диалоговой площадке подключили все вузы региона. В ходе мероприятия стало известно, что судьбу Хатыни в Бресской области повторили более 850 населенных пунктов. Каждый из нас святощит память о жертвах войны. Символом таких жертв и страданий белорусов стала трагедия, уничтоженная фашистами деревни Хатынь. Объятая пламенем деревня вместе с жителями вошла в мировую историю как символ бесчеловечности нацистов и их пособников. В 1969 году на месте деревни был открыт мемориальный комплекс «Хатынь». Барановический государственный университет принял онлайн участие в диалоговой площадке. 80-е годовщина трагедии в Хатыни – результат расследования геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. С приветственным словом к участникам обратился ректор Бресского государственного технического университета Сергей Каспирович. Затем слово взял заместителя прокурора Бресской области, старший советник юстиции Александр Тачко. Он рассказал о расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа. По его словам, проводятся раскопки, идет работа с архивами и свидетелями, подлежит пересмотру количества сожженных населенных пунктов. К мероприятию присоединился первый секретарь Бресского областного комитета ООО БРСМ Юрий Сегенюк. Лидер первички более подробно пояснил о роли БРСМ в сохранении исторической памяти. С докладами также выступили студенты Бресского государственного технического университета, Бресского госуниверситета имени Пушкина, Полесского госуниверситета. Баргу представил Анатолий Демидович, доцент кафедры общеправовых дисциплин и государственного управления, кандидат исторических наук с выступления памяти и скорбь войны без срока давности. 25 марта в 12 часов в Горком БРСМ и Управление по образованию Барановического госполкома предлагают отцам и их детям провести утреннюю тренировку, показав на личном примере, насколько важно систематически заниматься спортом. Полезную тренировку на базе средней школы номер один традиционно пройдет фитнес-тренер Андрей Вальмус. При себе иметь спортивную обувь, в которую можно снять смену одежды для себя и ребенка, а также воду для питья. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.